МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она прорвала на первом этаже вместе со своей сестрой. На момент приезда съемочной группы 6-го канала дома никого не оказалось. Пока идет следствие, региональный следком не комментирует трагедию. Соседи утверждают, что убийство произошло в темное время суток. По их словам, местному Раскольникову удалось скрыться. Появление подозрительного мужчины записали камеры видеонаблюдения. Похожего незнакомца видели после 23-х часов около дома, рассказали местные. Как утверждают жители Юрьевца, поблизости проживает немало маргиналов. Крупный пожар в Камешковском районе. В поселке Дружбы горел завод по изготовлению стеклопластика. Инцидент произошел 30 мая. Сообщение о возгорании службы спасения поступило в 8 часов вечера. На помощь выехали 43 человека и 12 пожарных машин. К их приезду кровля зданий и склад уже полыхали в огне. Столб дыма поднимался на несколько десятков метров. За два часа огнеборцам удалось потушить пламя на огромной площади. Площадь пожара составила 3400 квадратных метров. Потушение подавалось 4 ствола А, 4 ствола Б. Работали 4 звена газовой защитной службы. Часть производственного здания площадью 2000 квадратных метров пожарным удалось спасти. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Назнавателем ЧЭС устанавливает причины произошедшего. В ДТП погиб человек. В Камешковском районе произошла серьезная авария на 225-м километре трассы М7, недалеко от деревни Маренко. По данным дорожной полиции, 33-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo потеряла на машину управления и съехала в кювет. В результате автомобиль перевернулся. Внутри находилась еще одна женщина. Сообщение об инциденте поступило в 6 утра 31 мая. Водитель автомобиля Volkswagen следует в сторону Коврова, не справилась с управлением и допустила съезд за пределы проезжей части дороги. Прибывшие на место ДТП спасатели отключили аккумуляторные батареи у автомобиля и извлекли из салона пассажирку. На носилках ее отнесли к машине скорой помощи. После пострадавшую отправили в центральную Ковровскую больницу. Водитель Volkswagen погибла на месте. Тема дорожного строительства во Владимире стала одной из ключевых на пресс-конференции Дмитрия Наумова. Всего общение мэра областного центра с журналистами длилось примерно 2 часа 20 минут. Отвечая на вопрос 6 канала, глава города больше 11 минут рассказывал о планах по дорожной стройке в городе. Городоначальник отметил, что в этом году на дорожные работы во Владимире выделено около 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Причем приоритетной задачей Дмитрий Наумов назвал развитие и создание дублирующих дорог. Так, например, в перспективе во Владимире должен будет появиться дублер улицы Горького. Развитие и создание дублеров – это, наверное, одна из основных прерогатив города. Нам нужно вытаскивать на трассу, извините за сленг, но по-другому не скажешь, промышленную зону. Начиная от Полины Сипенко через промышленный проезд, выход на Гастелло, из Гастелло на Пекинку, на этот перекресток. Если этот проект у нас получит жизнь и продвижение, это сильно разгрузит улицу Горького и сделает дублером Гастелло, дублером именно улицы Горького с целью разгрузки вот этого перекрестка. Также глава города поделился и своими мыслями по поводу избавления проспекта Ленина от пробок. Напомним, наш телеканал 11 мая выпустил специальный репортаж. В нем мы постарались найти ответ на вопрос, как проспект избавить от заторов. Эксперты тогда поставили под сомнение идею о том, что готовящийся южный объезд, это дорога от вокзала до Юревца, поможет решить проблемы с пробками. Смотрим на него, на эту магистраль глазами проблем проспекта Ленина. А что он даст? А ничего не даст. Транспорт, рождаемый в юго-западном районе, он практически никаким образом не сможет воспользоваться. В частности, архитекторы тогда предложили продлить Лыбецкую магистраль с выходом на Пекинку. Но мэр города не согласился с мнением о неэффективности южной магистрали. Вместе с тем, Дмитрий Наумов признал необходимость строительства дублера проспекта Ленина с севера. По крайней мере, задача проработать этот вопрос была городским властям поставлена. Задача поставлена, но пока я не вижу там способа строительства дублера у проспекта Ленина. Может быть, что-то предложат, но на сегодняшний день нет варианта. Но то, что нам, я уже договорю, требуется обойти проспект Ленина с обеих сторон города, это обязательно. Просто более быстрый к реализации этот объезд. С одной стороны, второй вопрос, выход через нижнюю часть на диктора Левитана, она будет продолжаться. А вот дальше уже будем смотреть. Дмитрий Наумов также анонсировал и расширение улицы Юбилейной до четырех полос. Она объединяет строящий Серпенский проезд с Суздальским проспектом. Чтобы она также стала полноценной, четырехполосной, чтобы мы могли добрые через нее, чтобы они не выезжали туда на Добросельскую и дальше на Большую Нижегородскую, чтобы сделать выезд отсюда. И у нас, получается, Суздальский проспект будет расщепляться, практически поток будет через это направление уходить гораздо раньше. И ему не надо будет всему собираться на Добросельской и создавать у химзавода бешеные пробки. Вспомнил мэр и о давних планах городских властей продлить Октябрьский проспект до улицы Дворянской. Проспект Октябрьский в свое время хотели назвать проспектом Сталина. И он должен был выходить, ой, господи, насквозь, напрямую на улицу Дворянской. То есть к этой идее мы сейчас возвращаемся, никто от нее не отказывается. Я думаю, для города это будет удобный вариант решения проблемы. Тем самым разгрузив центр, сделав объездную дорогу. Рассказал городоначальник и о проблемах Веризина. Заезд в микрорайон уже давно, мягко говоря, не вызывает восторга у автомобилистов. Многоуровневые развязки здесь ждать, к сожалению, не приходится. По словам Дмитрия Наумова, федеральные дорожники не горят желанием вкладывать деньги в развитие дороги, которую могут передать введение муниципалитета. Но мэр все же надеется решить проблемный вопрос уже в этом году. Мы на сегодня договорились с представителями трассы М-7 о том, что будет перенос светофора именно на эту развязку и уход от этого временного светофора, который на сегодняшний день около Никит существует. Если это получится сделать в этом году, мы создадим нормальный, полноценный заезд и выезд с территории микрорайона Веризина, что, соответственно, позволит уйти от этих бешеных неудобств, которые они на сегодняшний день испытывают. Кроме того, глава города не исключил соединение улицы Урицкого с вокзальной улицей. Такое решение может помочь провести разгрузку улицы Урицкого. Но пока конкретные решения по этому поводу отсутствуют. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, Шестой канал. Компанию «Интерстрой плюс», которую возглавляет Игорь Другов, попытаются признать несостоятельной. Фонд развития территории подал на застройщика иск о банкротстве. Фирма возводит жилой комплекс Дуброво-парк-1 во Владимире. О предстоящем процессе дольщикам уже известно. Я хочу получить квартиру. Я за достройку дома. Однозначно за достройку дома. Вы готовы получить компенсацию? Нет. Вы за банкротство Игоря Другова или против? Хороший вопрос. Но, наверное, да. Да, банкротство. А потому что больше-то никаких этих нет. Дом-то все равно его достраивать. Дело в том, что, чтобы получить компенсацию всему дому, нужно порядка двух миллиардов рублей. А чтобы достроить этот дом, нужно, ну, порядка двухсот миллионов. Разница есть, где возьмет фонд два миллиарда. Как сообщает сайт фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, проблемные объекты, которые готовы на 80% и более, будут достраиваться. В остальных случаях дольщики получают компенсацию. Смогут ли участники долевого строительства ЖК Дуброво-парк-1 получить долгожданные квартиры? Визуально дом почти построен. Люди говорят, что большинство из них ждут именно жилье. Игорь Юрьевич, если бы мог достроить, он бы достроил, а не кормил обещаниями три года. Для того, чтобы обанкротить Игоря Юрьевича, надо, чтобы администрация и наши органы власти Владимирской перестали ему продлять разрешение на стройку. Просто три года подряд продляли нон-стопом. Мы согласны получить только на квадратный метр. И даже если застройщик будет обанкротен с позициями моей и моей семьи, нам нужны квадратный метр. Как говорят дольщики, застройщик должен проводить остекление, а потом завершить кровельные работы. Однако, по их словам, строительство идёт вялыми темпами. Объект должны были сдать ещё в декабре 2020 года. Теперь сроки перенесли на июнь 2024. В здании 17 этажей предусмотрено более 630 квартир. Кроме того, дольщики утверждают, что квартиры на 17 этаже «Интерстрой плюс» не принадлежат. Люди высказывают опасения, что и денег-то у застройщика нет. До начала строительства 17 этажа квартиры уже были проданы на ООО «Интерстрой плюс». Потом они были переданы ООО «Спецкомплект». ООО «Спецкомплект» уже продал три квартиры. То есть сейчас достраивать уже не на что. Квартир на ООО «Интерстрой плюс» нет. На что будут достраивать, я не знаю. Дозвониться до застройщика, чтобы узнать его позицию по новому иску, не получилось. В предстоящем судебном процессе примет участие Министерство архитектуры и строительства. Профильное ведомство поддерживает позицию Фонда развития территорий. Когда и кем будет достроен 17-этажный «Человейник», будет зависеть от решения Фемиды. Дата первого заседания пока не назначена. Евгений Павлов, Шестой канал. 10 суток за испорченный дорожный знак. Фемида наказала вандалов, которые недавно прославились в интернете. 21 мая, ближе к 9 вечера, молодые люди пытались вырвать дорожный знак «Пешеходный переход» на перекрестке дорог улиц Северная и Фейгина. Происходящее снял на камеру мобильного телефона прохожий и выложил гневный пост в соцсетях. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности. Поведение нарушителей возмутило людей. И вот сейчас Октябрьский райсуд рассказал подробности этой истории. Выяснилось, что трое на видео – братья. На них завели административное дело за хулиганство. Вот как описывается действие нарушителей на сайте суда. Пытались вырвать дорожный знак «Пешеходный переход». При этом, выражаясь грубой, нецензурной бранью, мешали движению пешеходов по тротуару и автомобилям. На замечания не реагировали. Вели себя нагло, дерзко, вызывающе, нарушали общественный порядок. Своими действиями выражали явное неуважение к обществу, а также повредили дорожный знак, чем причинили ущерб МКУ ЦУГД. 30 мая суд назначил молодым людям 10 суток ареста каждому. «Ласточка» сообщением Нижний Новгород, Москва увеличится в составе. Теперь пассажирский поезд будет включать в себя не 5, а 10 вагонов. Об этом сообщает сайт Горьковской железной дороги. Составлено расписание на июнь. С ним вы можете ознакомиться на нашем сайте 6tv.ru. Напомним только, что время отправления из Нижнего Новгорода в 4.55, а прибытие в Москву в 9.06. Обратно из Москвы состав отправится в 20.57, а в Нижний Новгород прибудет в 1.07 ночи. Кроме того, со следующего месяца начнет ходить «Ласточка» с сообщением Нижний Новгород-Иваново. Новый скоростной электропоезд будет курсировать каждый день. Время отправления в 19.07, а прибытие в Иваново в 22.17. Купальный сезон во Владимире откроется 1 июня. Как сообщают в мэрии, в городе подготовлено два муниципальных пляжа – на Глубоком и Семязино. На воде будут дежурить спасатели. Управление гражданской защиты напоминает, что купаться можно только в разрешенных местах. Нельзя заходить в воду у крутых, обрывистых берегов и на заболоченной местности. Опасно подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки и купаться после приема алкоголя. В администрации напоминают в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 и 112. В преддверии Дня защиты детей председатель законодательного собрания Владимир Киселев встретился с региональным уполномоченным по правам ребенка Юлией Роснянской. Ее полный доклад о работе за год депутат ЭЗС услышат на июньском заседании. Аппарат детского уполномоченного во Владимирской области принимает 800-900 обращений в год. Люди обращаются к комбатсману в случае семейных проблем, при необходимости отстоять права незащищенных слоев населения, по конфликтам в образовательной среде. Круг вопросов широкий. Прошла очередная встреча с уполномоченным по правам ребенка Владимирской области, Роснянской Юлией Александровной, которая рассказала о своей работе, о том, какая деятельность проводится уполномоченным на территории Владимирской области, какие вопросы решаются. На самом деле выполняется много серьезных и очень важных задач. Также на встречу с Владимиром Киселевым пришли активисты детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Они рассказали о реализации собственных проектов. Председатель ЗАГС собрания особо подчеркнул важность того, что ребята уже сейчас задумываются о традиционных семейных ценностях. И немалую часть своей работы проводят именно в этом русле. Вот пример. Рассказали о том, как проводится конкурс в школах на лучшие сочинения о будущей семье ребенка в школе. То есть каждый ребенок пишет о том, ну вы здесь старшеклассники, естественно, какой бы хотел видеть будущую семью. Это очень важно. Это очень важно не только с точки зрения того, что это интересно детям. Это очень важно и с точки зрения укрепления семьи. То есть ребята уже вот с такого возраста, со школьного возраста начинают задумываться о том, как строить семью, о том, сколько будет детей. Мы сегодня говорили о том, что для того, чтобы был демографический рост в стране, в семье должно быть три ребенка. Владимир Киселев поблагодарил активистов детского общественного совета и пригласил присоединиться к молодежным структурам законодательного собрания Владимирской области, к школе юного законотворца, университету нормотворчества и молодежной думе. Эти три органы не только помогают молодежи активно участвовать в общественно-политической жизни региона, но также содействуют принятию новых областных законов.